Приветствую вас. Если честно, я не думаю, что вам можно и нужно ставить точку с молодым человеком только на основании того, что он не пришёл на встречу, потому что заболел. Я также не думаю, что в сей этой истории есть виноватые, есть правые или неправые. Я думаю, что в этой истории есть то, чего хотите вы, есть то, чего хочет он, есть совпадение и не совпадение ваших желаний и потребностей. Вот. Если вы хотите получить ответ на свой вопрос исходя из только вот этой вот информации, которую вы дали, то простите, её откровенно недостаточно. Потому что непонятно, с чем мы имеем дело, непонятно, как ваши отношения развиваются. Развиваются, непонятно, насколько для молодого человека характерно такое поведение. Вот. Чем оно обусловлено и так далее. Но одно я могу сказать вам совершенно точно. Это то, что если вы себя мужчиной поставили так, что он не удружняется вам позвонить и сказать, что я заболел, не могу прийти и так далее и так далее. Это означает, что человек вас не ценит. Если человек вас не ценит, ну, коли уж так получилось, да, что он вас не ценит, то у этого есть свои причины. То есть самое время, самое время определить, а в чем человек вас не ценит. То есть почему он не ценит вас. Почему ему не приходит в голову, не примерит, что вам нужно позвонить. Почему ему не приходит в голову, что вы можете, там, волноваться, переживать, там, ждать его и так далее. Почему его это не волнует? Скажете, все дело в нем? Нет. Дело не только в нем. Дело еще и в вас. И я полагаю, что нужно разбираться в том, как вы себя поставили. Нужно разбираться в том, как вы себя позиционируете в отношениях. И если вы сейчас измените свое поведение, если вы сейчас станете вести себя по-другому, вот. Понимаете, что я думаю, что у вас есть еще шанс сохранить отношения. Вот. Понимаете? И мне кажется, ну мне кажется, что здесь нужно разбираться. именно вашим, ну, вашим поведением. Подкорректируйте его. Да. Да. Если вы его подкорректируете, там уже будет понятно. То есть молодой человек либо, значит, если молодой человек действительно вас любит, если молодой человек действительно вами, например, дорожит. Да. Да. То он примет ваши изменения. Вот. А если он вам не дорожит, то он, соответственно, будет вести себя уже совсем по-другому. Что и будет означать конец ваших отношений. Вот. И уже тогда вы сможете четко поставить точку. Вот. Вот. Вот, собственно, то, что можно вам ответить. То есть давайте проанализируем, давайте проанализируем, что привело вас в это состояние, что привело вас в эту позицию. Да. В которой вы сейчас оказались. Подкорректируем ваше поведение, чтобы вы вновь защищали свои интересы, чтобы вы вновь заявляли о своих желаниях, чтобы вы не давали себя в обиды, чтобы вы не позволяли с собой обращаться неподобающим образом. И после этого, после этого вы уже решите по реакции молодого человека, вы уже решите разрывать с ним отношения или нет. Мне кажется, это наиболее, наиболее оптимальный выход из данной ситуации, чтобы и отношения постараться сохранить, да, и чтобы людьми не разбрасываться. Вот. Ну и чтобы не опираться исключительно только на вашу правоту или неправоту. Я понимаю, что вы сейчас, возможно, обижены, я понимаю, что вы сейчас злитесь, но все же принимать такие серьезные решения под действием эмоций лучше не стоит. А эмоции лучше выражать отдельно, да, то есть как бы разделить проагирование эмоций и принятие важных в вашей жизни решений. В этом, кстати, мы вам можем помочь. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! allyu addи